Мой дед воевал. В 44-м году помер. Захоронен в Латвии, мы заводили кладбище. Награжден орденом Красной Звезды. Это отец мой. Он в 17 лет на фронт ушел. Раненый в бою, когда пулеметчиком был, 19 фашистов убил. Уже раненый. Потом попал в госпиталь. Медалей у него очень много за отвагу. У каждого жителя Благовещенска, кто пришел утром 9 мая к парку имени Киселева, в руках целая история военных трудностей их родных и близких. И одной общей на всех победы. Сегодня потомки фронтовиков пронесут их портреты нашествия бессмертного полка. Она работала в тылу и готовила еду с солдатом. А также лечила их, когда они приходили к ней раненой. Родственник моей коллеги решил понести, отдать дань, уважение ее деду. Все-таки они защищали нашу родину. Все как один. И разницы нету, кто будет нести, родственник или нет. Мы любим своих ветеранов и даем им уважение. Это мой родной дедушка Мигунов Александр Федорович. В звании ефрейтора он прошел всю Великую Отечественную войну. Место для сбора выбрано не случайно. Советский партизан Киселев Николай Яковлевич, уроженец села Богородское Благовещенского района Башкирия, человек, совершивший уникальный подвиг. В июле 41-го года он, находясь в тылу врага, получает приказ о выводе граждан за линию фронта. Это были большинство из еврейских семей. 35 детей, остальные взрослые. Это были уцелевшие евреи из Долгинского гетто, сумевшие спастись от массового уничтожения в белорусских лесах. Там они и повстречали партизанский отряд «Мститель», в котором служил Киселев. Ему и еще семерым партизанам предстояло сопровождать группу. 8 человек, включая его, владели оружием. И они сумели вывести людей из-за линии фронта. Об этом подвиге в 2008 году был снят документальный фильм «Список Киселева». Название перекликается с фильмом Стивена Спилберга «Список Шиндлера», в котором главный герой также массово спасает евреев от расправы нацистов. В Израиле Киселева удостоили почетным званием «Праведника народов мира», которым награждают тех, кто спасал евреев в годы нацистской оккупации. На сегодняшний день готов сценарий для художественного фильма, в котором роль Киселева сыграет актер Сергей Безруков. По словам режиссера Анны Матисон, они хотят привлечь для съемок как можно больше актеров евреев, в том числе из Голливуда. Проект поддержал американский актер Дастин Хоффман. Сейчас решается вопрос финансирования съемок. На памятнике в Благовещенске Николай Киселев изображен с девочкой на руках. Ее зовут Бертой. Она выжила благодаря Киселеву и уже успела застариться. Девочка плакала. Ей было страшно, холодно и голодно. И родители, понимая, что этим самым она может привлечь, да, выдать всех, приняли решение утопить девочку. Но Николай Яковлевич не допустил этого. Он на руках нес девочку. Памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, свечащийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Более двух тысяч благодарных потомков, спасенных Николаем Киселевым, людей, хранят теплые отношения с его родственниками. Ежегодно, 5 июня, в день последнего расстрела Долгинского гетто, они собираются в Тель-Авиве. Киселева они сравнивают с Моисеем, который вывел евреев из пустыни. Среди них и успевшая состариться девочка Берта. Этой девочке сейчас уже 80 с лишним лет. Она помнит, конечно, о подвиге только из рассказов своих родных, но связь поддерживает. Я, как учитель истории, как классный руководитель, вот в такие хорошие майские дни каждый год провожу урок, именно приводя детей сюда, вот в этот парк Киселева. Еще в военные годы Киселева представили к званию Героя Советского Союза. Но самолет с документами был сбит. Николай Яковлевич остался без награды. Сейчас местные власти скурпулезно собирают данные для присвоения Киселеву звания Героя России. Ну, мы на самом деле собрали все необходимые документы, которые его трудовой, ратный путь, скажем так, и сейчас с архивом отрабатываем. Я думаю, ну, это не быстрый путь, потому что, я думаю, это несколько лет, может, занять. Ну, это та задача, которая для нас стоит так плотно. По некоторым данным, всего на начало 2021 года в живых оставалось 1 миллион 200 тысяч людей, награжденных званием ветерана Великой Отечественной войны. К концу года их осталось уже 800 тысяч. В столице Башкирии на данный момент проживает 3067 ветеранов. Своего кордота я нес я Хаматьярова, Газиза Хаматьяровича. В 112-й кавалерийской дивизии был командиром разведроты. Дошел до Праги. Стародубцев Василий Федорович. Он отсюда, из Благовещенского. Начал с Алхингоя он. В войну. С Японии участвовал. Да, в Японской войне участвовал. А у нас это папа мой. Его брат родной. Да, его брат родной. И мамочка моя вот здесь. Вера Петровна Стародубцев тоже. До Германии дошла. Она в Волгограде воевала, в Белоруссии. Дошла до Германии. А папа защитник Москвы. Мы из Латвии приехали с ней, да, с сестрой. Родные сестры. Да, родные сестры. Своим родителям. На кладбище и вот нашествие. На бессмертный полк. Я участвовал в освобождении Монголии, Манжужурии. Восточную часть Китая. Потом полностью освобождение Сахарин. Победа для всех. Это большая победа. Не только для нашей страны. Это для многих стран. Это победа. Сегодняшний день празднует. Празднует. Это всенародный праздник. Артур Бигнов, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ.